А вот численность бурых медведей в Иркутской области сейчас превышает норму в 2,5 раза. В настоящий момент при оптимальной для региона численности 8-9 тысяч особей, их насчитывается около 18 тысяч. Причина в ненадлежащем контроле за популяцией и отсутствием круглогодичной охоты на хищников. Хозяевам тайги стало тесно в лесах, и они стали выходить к человеку. Первыми скосолапами этой осенью встретились жители Братского района. Особенно часто контакты человека со зверем происходят в Кабляковском муниципальном образовании. По словам охотоведов, из-за теплой погоды медведи все еще запасаются жиром и не спешат впадать в зимнюю спячку. Животные всеядны, питаются как ягодами-коренями, так и мясом. Но прикармливать дикого зверя нельзя, это может закончиться фатально, как для человека, так и для косолапого. Подкормка медведя, она довольно быстро дает ему понять, что есть доступная пища. И вот такие медведи, они вообще могут не ложиться в берлог. То есть во многих зоопарках медведи не спят, поскольку их там постоянно кормят. Нет смысла, потому что сам смысл зимней спячки заключается в том, чтобы экономить энергию. Она исчезает. А доступность кормов, она медведя расхолаживает, но при этом она его добрее не делает. Редактор субтитров А.Семкин